Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Продолжается зима. Вроде бы совсем недавно мы с вами отмечали Новый год. Смотрите, совсем уже скоро февраль. Начнутся другие праздники. И все это время нас сопровождают различные, скажем так, человеческие творческие подходы к тому или иному событию. На Новый год мы тоже с вами отмечали. Кто-то сходил на концерт, кто-то сводил своих детей на новогоднюю елку. А может быть, кто-то сходил на какое-то театральное представление. В любом случае, людям хочется какого-то интересного развлечения, если хотите. Потому что не очень хочется возвращаться к обычным трудовым будням. Тем не менее, трудовые будни потихонечку начинаются. Но это не значит, что можно отказать себе в желании посетить какой-то концерт. Да еще классической музыки, да еще с каким инструментом. Вот такая у меня сегодня долгая, но важная, на мой взгляд, подводка к сегодняшней гости нашей программы. Это Людмила Голов, штатная органистка Международного дома музыки. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, совсем недавно были рождественские праздники, новогодние. Вот у органистов какой-то специальный есть репертуар, я имею в виду международный, всемирный, который именно имеет отношение к Новому году, к Рождеству, к каким-то таким вот звучанием новогодним. Или просто какие-то берутся хиты, что называется, шлягеры, если уж позволите мне такое слово. И они тоже прокручиваются в новогодние праздники и какие-то в эти дни. Ну, я думаю, и то, и другое. Прежде всего, на Рождество, на Новый год должна звучать музыка радостная, как мне кажется. В широком смысле может быть любая музыка, но не мрачная, скажем так. Вот так, да. Но в узком смысле действительно есть рождественская музыка, есть масса произведений. Например, рождественские оратории есть. У Иоганн Себастьян Баха есть рождественская оратория. Но это вот то, что принято исполнять во всем мире, вокруг Рождества. Даже еще до Рождества. За долго до? До их Рождества, а потом можно еще... До их Рождества идет Адвент. То есть это подготовка к Рождеству. И вот звучит эта музыка. Но не только рождественская оратория. Вот я как органистка играю, например, рождественские хоралы. У Баха есть целый цикл рождественских хоралов. Вот они звучат. Вот скажите, когда вы играете рождественскую, скажем так, музыку, вы ощущаете какое-то другое состояние? Ну, все-таки, скажем, есть музыка, ну, нельзя, наверное, так сказать, музыка будних дней. Наверное, есть музыка праздничная, да, а есть музыка, ну, как скажем, постоянная. Вот какое-то другое отношение? Вы чувствуете вот это вот ощущение Рождества, чего-то новогоднего, какая-то такой атмосферы? Да, конечно. Вот я сказала, что это должно быть радостно, это должно быть ослепительно. От вас это зависит как от органистки? Ну, во-первых, от меня зависит выбор репертуара, раз. Ну, и исполнение тоже, как мне кажется. Дело в том, что мы с Людмилой до того, как выйти в эфир, начали беседу с того, что мне почему-то показалось, что, ну, наверное, так и есть, что органист, органистка, да, тут я не знаю, насколько это гендерно как-то различается, что это такая штатная, вернее, штатная с одной стороны профессия, вы сами говорите, да, а с другой стороны штучная профессия. Мне кажется, что человек, который таким огромным, может, инструментом, фактически вообще больше ничего не нужно, вот есть орган, да, есть органистка, она играет, и все, и все достаточно. Вот на сегодняшний день институт органистов в России, он вообще существует, много людей занимаются вот исполнением такой музыки с помощью такого инструмента? Да, достаточно много, и с каждым годом становится все больше и больше. Там лет 10-20 назад было значительно меньше. В консерваториях существовал класс органа, но он был такой достаточно малочисленный, и, кроме того, в основном в московской консерватории, а сейчас в разных городах, в консерваториях строятся новые органы, открываются новые органы, студенты учатся, и они очень хотят играть на органе, потому что интерес очень большой к этому инструменту. И очень часто пианисты или музыковеды начинают заниматься органом, увлекаются и оставляют свою первую профессию. Потому что гораздо интереснее давать концерты и играть для аудитории. Можно сказать, что возрождение какое-то, или наоборот, как это можно правильно сказать? Возрождением нельзя сказать, потому что традиций-то, в общем, таких, как на Западе, нет. Их нет, потому что в церкви православной никогда не было органа. То есть у нас это был подход исключительно музыкальный, да? Если не на нашей православной традиции. Ну, в общем, да, но из-за того, что в Москве сейчас огромное количество, ну, не огромное количество, но достаточно много иноверческих разных церквей. У нас имеется лютеранский собор прекрасный, с хорошим органом, католические два, знаменитый собор на Малой Грузинской, наверное, многие бывали на концертах. Раньше этого не было. Ещё 15 лет назад ничего этого не было. Правильно я понимаю, что вы на всех этих органах побывали? Да, я играю на всех этих органах регулярно, ну, и довольно много езжу. У нас очень мало времени для того, чтобы пройти весь этот путь, но, тем не менее, наверное, этот вопрос, который вам всегда задают, почему именно орган? Вот вы сами сейчас говорите, да, что это такая, ну, довольно-таки редкая для нас музыкальная профессия. Я вот тоже рассказывал Людмиле, что часть жизни я прожил в Риге, и там есть знаменитый Домский собор, собственно говоря, у меня там и было первое знакомство с органом. Потом уже, ну, оно такое детское знакомство, даже, по-моему, пластинку выпустили тогда. Но сейчас, когда многие из наших телезрителей, надеюсь, бывают за границей, посещают какие-то европейские концертные залы или те же самые церкви, они сталкиваются с этим инструментом, и мне кажется, что эта культура, ну, да, вот это потихонечку, что вы, в общем-то, доказали своим ответом, у нас сейчас расширяется, если можно так сказать, понимание какое-то. Каждого свое восприятие, но мы поговорим с вами как с человеком по ту сторону, то есть, который является посредником между органом и нами. Почему вы выбрали орган? Ну, я всегда спрашиваю музыкантов. Но ведь дирижер всегда пожимает руку кому? Первой скрипке. Значит, она самая крутая, получается, в ансамбле-то, да? А орган – это вообще какой-то такой инструмент. Иногда вообще без дирижера вы одна выходите, огромный зал, да, или там церковь. Почему орган? Почему я выбрала орган? Ну, на самом деле, я сначала училась на фортепиано. И все органисты вначале обладевают техникой такой на фортепиано. И, кроме того, у маленьких детей не достают ноги до педальной клавиатуры. Вы знаете, что игра на органе, в том числе игра ногами. То есть, клавиши имеются и ножные. Такой автомобиль, можно сказать, частично. Ну, очень сложный автомобиль. Мы об этом поговорим. Целая клавиатура имеется. Вот. И я начала учиться в музыкальной школе. Мои родители жили в Красково. И музыкальная школа была в Малаховке при Мезе. Меня планировали, отдали в 6 лет учиться на фортепиано, потому что был хороший слух. Никто не планировал. Должна девочка играть на фортепиано. Это здорово. Ну, должна, потому что хороший слух. Вот, действительно. Супер. Так. И потом, поскольку все пошло хорошо, я поступила в музыкальную школу уже в такую центральную, в Москве. И у меня был замечательный совершенно педагог по фортепиано, Лариса Васильевна Мохель. Ее муж был знаменитый органист Леонид Ройзман. Вот, и совершенно случайно, вот, я бывала в их семье, я ходила на концерты, и потом параллельно с фортепиано, уже в консерватории, начала заниматься органом. И потом увлеклась и как-то вот сделала успехи. То есть это какое-то такое вот вам предложили, или вы решили попробовать, да, вот как-то так? Я думаю, что мне никто ничего не предлагал, это была моя инициатива, тем более, что мой профессор не очень хотел. Вначале он хотел, чтобы я хорошо играла на фортепиано, а не металась между двумя. Но мне уже очень хотелось, и я очень увлеклась органом. И в итоге почему орган? Почему орган? Ну, а разве это не интересно, играть на органе? Безумно интересно. Вот говорят, что музыканты, они очень похожи по характеру на свои инструменты. Ну, есть такой подход, да. Если внимательно присмотреться, особенно если музыкант выступает именно весь в музыке, потому что по-разному же бывает, это же не концерт, песня года, где изображают, что кто-то на чем-то играет. Вот вы себя, когда работаете на органе, вы с ним вместе как бы смешиваетесь, вы единый такой инструмент становитесь, вы похожи на орган, когда вы работаете с ним. Ну, странная для меня постановка вопроса. Что касается вот этого глагола «смешиваетесь», вот что-то в этом есть, потому что я действительно ощущаю себя вот единым целым с органом, когда играю, и даже какая-то энергетика существует. Вот мы взаимопроникаем, что называется. А еще и с залом тоже самое. Существует некий обмен. Сложный процесс. Когда вы репетируете, зрителя нет. Это одна история. Вы как бы один на один с органом, вы с ним, я уж не знаю, разговариваете, договариваетесь, может быть, спорите, ругаетесь. По-разному бывает. Но когда зритель... Говорят, что артист, любой артист, он выходит, отдает себя, свою какую-то энергетику, даже закон биоэнергетики есть, по-разному к этому относятся. Режиссеры любят эту тему. Но, тем не менее, артист очень много получает, если все хорошо идет. Вот вы чаще больше отдаете, как музыкант, людям, которые пришли послушать орган, либо вы еще и подпиточку получаете из зала, и у вас крылья, что называется, вырастают. Чего больше? Я думаю, что и то, и другое. И то, и другое. И действительно, крылья вырастают. И хотя, с одной стороны, я совершенно бываю после концерта, как выжатый лимон, говорят, а с другой стороны, я счастлива, если еще удачный концерт. И это состояние даже трудно описать словами, вот какого-то, не знаю, экстаза, удовлетворения. Вы помните свой первый персональный, ну, скажем, концерт, когда вы были вот одна-единственная, и вас еще так особо никто не знал, вот вы на органе. Помните какие-то свои ощущения? Ну, на самом деле, да, я сейчас вспомнила. Один из таких первых концертов, очень необычный концерт, в Одесском оперном театре стоит орган. Стоит орган. И там раз в неделю устраивались концерты. Ну, еще давно, когда я студенткой была, вот это все было. И так получилось, что, может быть, я еще и не тянула на сольный концерт тогда, по большому счету, но так получилось. Жизнь заставила, можно сказать? Нет, не жизнь заставила. Оказались знакомые, которые рекомендовали. И вот так получилось, что я приехала и сыграла этот концерт. А там народ-то тысячи на полторы, наверное, и почти полный театр, и огромный орган. Вот это я помню. А вот вы как считаете, вы музыкант или музыкант-артист? Потому что, вы знаете, как многие дирижеры разных коллективах, да, ну, сейчас мы говорим все-таки о классической музыке, иногда вот дирижер так, он работает, да, с оркестром, это сложная, тоже тяжелая работа, но мы видим, что он иногда немножечко, ну, и на публику успевает так слегка поработать, чтобы все получили удовольствие. Да, точно так мы знаем, что оперные певцы любят, вот я был в Риме, два раза человек арию пел одну и ту же, уж так ему аплодировали, поэтому решили два раза спеть. Такой бывает случай. Вот вы все-таки, это такой технический подход, или вы иногда себя и артисткой еще чувствуете? Нет, я полностью чувствую, во время концерта я чувствую себя артисткой, у меня совершенно другое мироощущение вообще, вот я общаюсь с публикой, я отдаю, я получаю, я вам рассказывала, и какое-то особое совершенно состояние. Вот мы продолжим эту тему особого состояния, и самое, на мой взгляд, интересное, мы уже выяснили с Людмилой, что, видите, больше стало людей, которые хотят научиться играть на органе, видимо, получить те же эмоции, что и вы. Но что такое орган, что это за инструмент, и вообще, как, может быть, правильно надо слушать музыку и органиста, который работает с этим инструментом, мы узнаем с вами буквально через несколько минут. У нас в гостях Людмила Голуб, органистка, штатная органистка Международного дома музыки. Вы смотрите программу «Открытый диалог». Напомню, что сегодня мы поговорим об органе, а точнее о человеке, который управляет этим замечательным музыкальным инструментом, органом. У нас в студии Людмила Голуб, штатная, или, как мне сейчас она сообщила по-французски, титулярная, да? Правильно? Да, можно. Органистка Международного дома музыки. Итак, музыкальная школа, фортепиано, неожиданный приход и желание играть на органе. Никто не отговаривал, говорил, зачем тебе орган, играй дальше. И вы окончательно приняли решение, когда вы уже начали профессионально этим заниматься. И говорят, что для того, чтобы научиться играть на органе, как-то много лет учатся. Или это неправда? Какая-то особая подготовка должна быть. Сейчас я плавно к педалям веду. Что касается педалей, ну, конечно, какая-то особая подготовка, упражнения, координация, это всё так. Но это не самое сложное. Самое сложное, наверное, это создание регистровки, то есть нужного звучания. То есть я выбираю те регистры, иногда из 100, иногда из 50, которые в данном органе существуют, правильные, на мой взгляд. Смешиваю их, вот как художник в палитре смешивает краски, и создаю своё звучание. Это совершенно потрясающее занятие. А поскольку это обычно происходит ночью, потому что мои репетиции в зале, к сожалению, происходят после того, как закончился концерт, остальное время зал занят. Я репетирую... Ну да, и уже домой ты не заберёшь. Да, и поэтому я репетирую ночами. Я думаю, что это не очень полезно для здоровья. Вот, но тем не менее, вот представляете, ночной тёмный зал, я один на один с инструментом, в моём органе, в Доме музыки, 80 с лишним регистров. Вот я должна их смешать и найти звучание, записать. У меня имеется компьютер, но не у меня, а в органе. И на всех современных органах имеется компьютер. То есть ты нашёл звучание и в компьютер заложил. И уже во время концерта нажимаешь кнопку, и вот готовое твоё звучание. Давайте мы сейчас немножко об органе поговорим, потому что что такое орган для обывателя? Это трубы, правильно? Начнём с этого. Да, это звучащие трубы. Звучащие трубы. Всего-то навсего. Так вот звучит очень просто. Но каждая же труба, в зависимости от того, как вы что-то там нажмёте, подберёте, она может звучать по-разному. Это зависит, я так понимаю, от чего. Нет, не труба. Труба звучит совершенно определённым образом. каждая труба. Но поскольку труб там много-много тысяч в большом органе, комбинация этих труб звучащих вот даёт моё звучание. Вот теперь тогда возникает вопрос. Но если, например, Бах, говорят, не самый удобный композитор, которого можно, значит, на органе исполнять, он же тоже что-то вкладывал, он поймал, ну или какой-то другой композитор, он же ловит своё звучание, да? Он как-то это в нотах изображает, а вы, получается, что, немножко его подправляете? По поводу Баха я должна сказать, это такой немножко специфический случай, Бах почти не выписывал своих, мы называем это регистровки. То есть он только самые общие давал указания для исполнителей. То есть дальше вы можете сами уже придумывать картину? Я не могу выдумывать. Я должна делать так, чтобы это было стильно, чтобы это было красиво. Ну, собственно, как и любой деятель искусства, вот, не знаю, литература, живопись, есть барочная, есть романтическая, есть современная, авангардная. Это всё стиль. Этот стиль нужно освоить. И вот уже работать в этом стиле. Иначе это будет безграмотно. То есть я должна в своём стиле, но в то же время, то есть в нужном стиле, нужно создать свою регистровку, чтобы она была интересная, но стильная. Хорошо. Как к органистам относятся, вот, вообще, вот в мире музыкальном, в классической музыке? Инструментов же много. Да, я вот как-то спрашивал, почему, например, гитару с балалайкой нигде особо-то не увидишь в классическом ансамбле, хотя вроде бы тоже струнные инструменты. Но сейчас не об этом. Как к вам относятся ваши коллеги? Вот другие инструменты, когда вам приходится, может быть, или вы только на органе играете, и больше никто не может присутствовать при этом из инструментов? Нет-нет, я играю очень много ансамблевой музыки, и я достаточно часто сажусь просто в симфонический оркестр, потому что иногда в симфоническом произведении, в какой-то симфонии, или контакте, или оратории, имеется партия органа. То есть я играю по руке дирижёра, когда это нужно. И кроме того, существует музицирование камерное. Я играю, предположим, дуэт с Борей Андриановым, таким велончелистом. Мы, кстати, с ним выступали. Играли сочинения Софьи Губайдулиной под названием «Инкроче на кресте» на фестивале в Кишинёве достаточно много лет назад. Очень интересное сочинение. Вилончель и орган. Вилончель и орган, да. Но говорят же, что вилончель, она как бы ритм даёт в оркестре. Нет, там всё какой ритм. Там очень сложная музыка. Если вы сталкивались с творчеством Губайдулина, это авангардная такая музыка. Орган не обязательно огромный. Орган может создавать нежнейшие звуки. У него есть регистры, которые почти не слышны. Очень тихие и очень красивые. Он же не обязательно должен рычать орган. Поэтому когда с Борей Андриановым очень часто я играю тише, чем виолончель, я создаю какой-то такой звуч. А иногда, наоборот, я покрываю своим звучанием. То есть когда надо, вы можете быть главной, а когда надо, вы можете уйти немножечко в тень с точки зрения музыки. Ну, что касается вот этого сочинения «Инкротчик Губайдулина», мы там на равных. То есть мы меняемся ролями. У вас скоро, я так понимаю, в феврале будет какой-то концерт? Да, у меня сейчас в этом году идёт такой цикл с телеведущим Артёмом Варгавтиком. Это очень интересный человек. Он музыкант по образованию и ведущий. У него премия, по-моему, Тэфи даже. Прекрасно. Вот, он интересно, очень интересно и необычно. И, как мне кажется, такой вот у него есть подход к аудитории. Причём аудитория очень часто такая несовершеннолетняя. Потому что концерты дневные, они идут с рассказом. И посвящены они творчеству Баха. Вот в этом году у меня три концерта с Артёмом. Один концерт мы уже провели, он назывался «Юные годы Иоганна Себастьяна Баха». Мы там играли раннюю музыку Баха. Мы играли. Я играла, а он рассказ. Мы в этом году идём по биографии. Следующий период, концерт будет 15 февраля в Московском международном доме музыки. Это дневной концерт. Называется он «Бах в Веймаре». В Веймаре Бах прожил достаточно много лет. Это центральный период его творчества. Он написал свои самые, нельзя сказать, самые замечательные. Они у него все замечательные сочинения. Но очень значительные сочинения. Он написал в Веймаре. И последний концерт, третий в этом году, будет «Бах в Лейпциге». Там будет позднее творчество Баха. И концерт будет где-то весной. Сейчас не помню. Всех приглашаю. Ну, должен сказать, что в Лейпциге Бах похоронен. В церкви, то есть те, кто захотят побывать в Лейпциге, можете прийти в знаменитую церковь. Томас Кирхи. Да, Томас Кирхи. И там вы... Во-первых, там памятник замечательный стоит. Есть и музей. Правда, музей, мне кажется, такой немножко ненастоящий. Вот. А вот в самой Кирхи, ну, подойти совсем к памятнику, ну, можно будет, может, когда служба будет, не знаю, но вот так можно увидеть этот памятник. Как вы считаете, почему сейчас нет новых инструментов, новых способов, новых подходов? То есть, ну, вот вы говорите, компьютер, да, это как бы мы все равно идем к органу какие-то приспособления. Почему человечество пока не придумало новых инструментов, совершенно новых? Или они есть все-таки? Появляются новые инструменты? Ну, новые инструменты в классической музыке, наверное, появляются, но лучше, чем скрипка, флейта и фортепиано, довольно сложно придумать, как мне кажется. Получается, что где-то в этом плане, поэтому и классическая музыка, что мы остановились, вот нам этих звуков хватает? Нет, мы не остановились, мы не остановились, безусловно. Ну, например, такой замечательный инструмент саксофон. Да. Он относительно новый, он не такой, как скрипка, он изобретен, я боюсь собрать, но расцвет его был там уже где-то после середины XIX века, так мне кажется. Ну, он такой как бы, да, для развлечения легкий был устроен. Это поздний. Совершенно верно, он, может быть, был легкий, но достаточно много и есть серьёзной музыки. Кстати, существуют и дуэты, орган с саксофоном. Я, правда, не играла, но играют иногда орган с саксофоном вот такие вот дуэты. Я почему такой вопрос адресовал, потому что, вот вы совершенно верно говорите, молодёжи свойственно, вроде бы, как совершенно новую музыку слушать, вообще новые звуки, назовём это так, потому что музыка тут, каждый по-своему подходит к этому репертуару, к разносторонности. Но если человек действительно правильно его, так сказать, привести в какой-то нужный момент, в какой-то хорно-хороший концерт, чтобы он хотя бы услышал, да, и увидел, как это работает, я просто немножко видел, как работают органисты, даже вот отвлекаешься на время, чисто технически смотришь, на как это вот всё, как это можно всё делать. Почему всё-таки к такой серьёзной, классической музыке, серьёзной, я не вкладываю сюда, опять же, грустный смысл, да, просто к серьёзной, она может быть такая весёлая, нежная, как вы говорите тогда. Почему люди приходят где-то после 30-ти, чаще всего? Почему человек в молодости как-то не очень хочет орган слушать? В большинстве своём. Ну, вы знаете, я не могу этого сказать. На концертах органной музыки как раз очень много молодёжи, вот как раз на концертах органной музыки, если сравнить с концертами, скажем, фортепианными или симфонического оркестра, больше молодёжи, потому что интерес есть к органу. У нас. На Западе немножко по-другому. На Западе орган такой более обыденный инструмент, потому что, ну, там люди ходят в церковь с рождения, и орган там звучит, они уже привыкли. Ну, это же, ну, у них уже в голове фактически звучит просто как интершум. Обыденный инструмент. А для наших людей орган – это всё-таки достаточно необычно, потому что в церкви его не слышали с рождения, да и вообще их было раньше очень мало. Но сейчас уж не так уж много. Ещё один такой вопрос. Вы как-то подсчитывали, ну, не знаю, сейчас разные есть варианты, сколько вам приходится движений делать во время концерта, и самый длинный концерт, сколько продолжался? Вот именно ваш, сольный, чтобы вы были только с органом. Ну, концерты, как правило, стандартные, где-то два отделения, как правило, там по 45 минут. Но иногда бывает больше, иногда меньше. Вы всё время с этим большим вашим другом с инструментами. Если это мой сольный концерт, то да. Если я играю в оркестре, то совершенно это всё иначе. Многи не болят, руки не болят. Как вы вот себя чувствуете? Ну, на самом деле, мышцы иногда устают, и вот у пианистов есть такой термин – переигранные руки. То есть это мышцы устали. Ну, бывало у меня такое и с ногами, и с руками. Вот что бы вы посоветовали людям, которые знают, что орган существует, но как-то пока ещё не прикоснулись к этому искусству, вот, с чего надо начать? Куда, может быть, на какой концерт сходить, чтобы потихонечку, так сказать, войти в этот процесс? Ну, это всё очень индивидуально, кому что. Ну, мне кажется, вот тот концерт, на который я пригласила, с рассказом, с объяснениями, дневной концерт, это вот очень хорошо для... То есть концерт с гидом практически? Получается, что да. С гидом по музыке. Мужчин или женщин больше, органистов? Ну, раньше это была мужская профессия. Сейчас постепенно проникают в девушки, у нас учащихся, очень много органистов, консерватории, Так что будем ждать новое поколение органистов. А Людмилу поблагодарим, как вы понимаете, за столь короткое время поговорить и об инструменте, и о творческом пути. Надеюсь, что мы ещё встретимся, потому что... Ну, мне эта музыка нравится. Надеюсь, что и многим нашим телезрителям она тоже понравится. Они придут на ваш концерт и войдут в этот мир, в мир органов. На 7 мы попрощаемся с Людмилой Голуб, штатной органистской Международного дома музыки. И пожелаем всем нашим уважаемым телезрителям, если вдруг вам захочется почувствовать себя иначе, может быть, ну, стряхнуть себя какую-то вот такую усталость и перенестись в какой-то совершенно иной мир, сходите на концерт органной музыки. Вот 100% вы выйдете оттуда другим человеком. Может быть, на некоторое время, а может быть, навсегда. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин